Добрый вечер. Наступила долгожданная третья стадия полуфинальной поединки, схватки, героически преодолев все трудности организатора и работника национальной вещательной компании САХА. Мы все готовы. Сейчас буквально через несколько секунд начнется первый полуфинал Айал Белялюбский и Лев Павлов. Мы с большим почтением относимся всем телезрителям, которые подключились и благодарим им и благодарим спонсоров нашей трансляции, центр недвижимости Triumph Invest, занимающийся продажей и покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. И благодарим еще раз Алмаз-кредитсервис, крупнейший кредитный союз Республики Саха-Якутия. С большим волнением мы, Семеном Сергеевичем и я, Окаемовым, судьей международной категории, мастером спорта Советского Союза, много лет работавший в сфере спорта нашей республики. И я, Александр Ушницкий, готовы вам рассказать, донести тонкости, которые мы увидим через монитор первого поединка. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня после некоторого перерыва, связанного с техническим перерывом, неуразицами нашей погоды, родной Якутии. Сейчас мы уже включились. Спортивная школа Мандава, спортивный зал школы. Приветствую вас, дорогие зрители, любители больной борьбы, участники восьмой летней спорта народа Якутии. Да, обычно первым выходил красный борьбы, но сейчас традиция нарушена. Лев Павлов первым зашел в ковер. Сейчас прозвучит свисток. Опытнейший арбитр Тостыгин. Все готово. Свисток прозвучал. Ну, несколько слов, да. Лев Павлов чемпион нашей республики. Нынешний серебряный призер первенства среди молодежи до 20 лет в России. Он второй весом весовой категории. А Айел Болелюбский является бронзовым призером седьмых спортивных игр, прошедших в Амге. Он тоже является прошлогодним бронзовым призером первенства России среди молодежи. У борцов стиль другой. У Айела Льва Павлова, он борется очень экономично, выверенная техника. Все движения у него отточены и приводят к выигрышным баллам. Айел Болелюбский сейчас тренируется у заслуженного тренера Будемира Яковлева. И у него борьба нагнетающая, напрягающая, выводящая соперника с равновесия. Все время наступает и приводит к борцу пассивное. Действий нет. Да, сейчас, как вы видите, на ковыре судит один из опытнейших наших арбитров, судья международной категории Аркадий Тастыгин, представляющий мини-конгалаский УЛУС. Сегодня же он один из сильнейших арбитров не только нашей республики, но и Российской Федерации. Но сейчас на борце очень молодые, перспективные наши борцы, представители сборной команды УС Алданского и Фонтарского УЛУСа. Проход ноги, проход ноги борца синим трепо. Отчаянно сопротивляется Борис Красным Трепо. Первые два балла выигрывает представитель Фонтарского УЛУСа Лев Павлов. Лев Павлов – это сын нашей известной матчеры спорта Семена Павлова, председателя спорткомитета Сунтарского УЛУСа. Под руководством тренируется тренера Николая Романовича Данилова. Ему всегда нужные советы дает серебряный призер Олимпийских игр в матче спорта Александр Николаевич Иванов. Помогает ему всегда. И вот сейчас идет очень, ну я бы сказал, серьезная такая встреча. Вот как будет дальше провести встречу Айал-Белилюбский мы сейчас посмотрим. Здесь замечание есть в том, что в правосторонней стойке Айал просто задержал ногу. И моментальным этим моментом воспользовался Лев. Лев готов был к такому событию. И перехватил, на колени перешел, балл заработал. Айал сопротивлялся помощи обратного захвата. Но при связанных коленах сложно этот прием привести. И это год 2-0. Впереди Лев Павлов. И перерывчик. Да, Николай Романович Данилов сейчас советы даст. Но с улданской стороны тоже 2. Ну вот с правилами соревнований разрешается. Там во время секунданта могут быть 2-3. Вот помогает сейчас один из опытных тренеров Яхулеп. Ну и вот сейчас на фапторе мы смотрим, как прошел он ноги. Видишь, выше прошел. И вот перевел на живот. Ну оттуда уже начинает работать, провести прием. Ну, уважаемые любители борьбы, вы видите, мы просто не сможем физически перечислять тех знаменитых зрителей. Вот ноги. Второй раз. Хорошо, сейчас действие с обоих сторон. Опасное положение. Сейчас оценки нам покажут. Но сейчас завязка тоже такая. Завязка такая идет. Обоюдная. Да, оба два балла. На крестный захват перевел портер для Павла. Да, за действие, вот за обратный захват Белевицкий получает тоже два балла. Интершум у нас глобальный. Еще есть время бороться. Айал получает предупреждение за фиксацию пальцев. Это нельзя делать. Это является блокирующим действием. О, получает. Ну, нечаянно получает. Аркадий Тастейн действие это увидел и не наказал обоих сторон, потому что это в борьбе получилось. А теперь за левую ногу, да? Просто расшатал корпус и прошел. И один балл заработал. Посмотрите, вот нацеленность. И как бы выверенную стойку. Без лишних движений, без суеты Лев Павлов повел. Пять баллов выигрышных у него. Айал, вот обратный контрприемом, броском через себя заработал в партере. Два балла. Пять-два. Наступает. Ну, это стиль Айала. Он загружает шею и при выпрямлении противника находит момент для атаки. Но Лев... О, прошел. Да, очень тоже прыжком прошел. Лев тоже защищает соображение. Взял... Застрял маленько Айала. Растянулся. Не может сейчас... Застопорился. Он не может сейчас подниметь. Нет. Ногу не отпускает. Время у нас уже не такое. И ушел с захвата. Ушел с захвата. Очень опасное критическое положение было. Айал Белилюрский не смог взять. Очень хорошая атака была. Ну, а сейчас уже на стойке борется в равном условии, как говорится. Судьи показывают, что Павлов поработал, но мне кажется, что он работает. И очень спокойно в стиле. У Льва хорошая защита. 41 секунда еще в борьбе. Ну, зафиксированные пальцы. Пока не находит брешь в обороне Айал Белилюрский. Но все-таки начал Павлов почти в глухую оборону. Ходит на время. Смотрит. Это плохой симптом. 20 секунд много. Далека с дистанции не получается атака. 5-2. Напряжение нарастает 10 секунд. Но пока Айал Белилюрский не находит ключи. И да, сдается. Семен Сергеевич, да. Просто классическая. Зрелая борьба у Льва Павлова. Уверенная, зрелая, уверенная борьба. Победа присуждается Лев Павлов. Но победителем он вышел на пенал этой весовой категории. И доказал, что зимой это было не звездный час Льва, а звездный час еще его впереди. Мы ждем от него хорошей борьбы в федеральном уровне. Вот с дистанции так красиво прошел. Очень спокойно перевел руки и оставил его. Вот контрприем. Но мне понравилось, что он быстро перешел на высокий захват. И сейчас уже на ключ берет. Вот сейчас уже на накат хочет перевести. Уже второй, третий. Попытка, да? Да, третий уже прием проходит. Это очень хорошо. С креста сразу шел. Да, в партере комбинирует хорошо. И снова атака. Вот на этот раз Айала атака. Мы смотрим, как он прошел ноги. Но он тут остался внизу. Ну, второй полуфинал. Петр Копылов. Синий борис синим трико. Чемпион мира. Мастер спорта. Наша надежда. И вторая наша надежда. Любомир Ашин. Ну, Любомир Ашин. Очень положительной стороны. Сегодня себя порекомендовал. Бросковый парень, да? Ну, очень в хорошем стиле он был в предыдущей схватке. Вот сейчас посмотрим, как он будет вести схватку. Более именитым своим соперником. Петром Копыловым. Ну, у Петра есть опыт больших. Он участник многих международных турниров. У него, как говорится, опыта побольше, чем у Ашин. Но это не говорит, потому что сейчас они оба очень прекрасно подготовлены. Сейчас хороший пароход. Но он остался внизу. И теперь он, Петя, сейчас, наверное... Ну, вот. Да, 4 балла. Очень красиво, очень эффектный прием провел. Ну, сейчас мы посмотрим оценку полноценную. Какие там оценки на наши... Отрывом с ковра. Это однозначно 4 балла. Мы видим сбоку Василия Уварова, Александра Кардашевского. Это тоже поколение, старшее поколение наших борцов. Василий Уваров является и Николай Николаевич Рожин. Сейчас Стаса Свиновоева поднимает, да, на федеральный уровень. Ну, наши ведущие тренера, скажем, уже в возрасте, ребята, но уже наделенные большим опытом. Доминирует Алексей Копулоп сейчас. Да, сейчас вон Копулоп работает, он очень спокойно ведет встречу. Это его тренер-то Якоб Пилиппов. Якоб Пилиппов, тренер нашей республики, выпускник Ленинградского института. А пока Шейна. Вот сейчас снова, снова очень спокойно перевел его в портер. И, ну, сверху сработает. Сейчас посмотрим, какой он проведет период. Ну, да, комфортно, можно сказать, комфортно, но от Любомира Шейна можно пятибалльный бросок ожидать. Борьба сразу поменяет картинку. Ну, вот бывает такое, когда боец, Борис тоже с характером хочет взять плотный захват, но тут противник, да, все блокирует, все контролирует. Еще улыбается, знает его, наперед действует. Да, вот остановил, и сейчас это выводит человека. Да, остановил его. Встретил пыл и прошел ноги очень хорошо. Это два балла снова. Ну, Петя сейчас, наверное, накатит. Вот он накат прошел. Второй полуфинал. В нашем 57 килограмм финал выходит Петр Копылов. Очень спокойно, в спокойном стиле, очень спокойно. Похожий финал, да? Да, большим преимуществом. Ну, технический, победа техническим преимуществом Петра Копылова. Ну, поздравляем его выходом в финальную стадию турнира. Ну, а сейчас мы увидим нашего легионера, борца, который выступает за Македонию, за немецкий борцовский клуб и за родную АМГУ. Против него выйдет Борис Момского Улуса, Артем Слевцов, который, ну, тоже профессионально занимается вольной борьбой. Ну, на повторах мы тоже не повторимся. Просто вот эти действия, нырки, вот эти блокировки, остановки, сбивания в портеры, мы успели, вот, накат классный, технически выполненный, очень грамотно. Ну, и у нас, мы просто наслаждаемся объявлением Владимира Егорова в исполнении Александра Васильева, Кёрт Дюгена, знатока и статист, он именно сам лично ручкой делает статистику для всех абсолютно профессиональных борцов. Ну, очень обоюдно, острая борьба идет, сейчас все вожат, чуточку в ожидании борца, но поезды, ну, рыбком хочет пройти Егоров Красного Трехо, как мы заметили, ну, и Слевцов, он представитель Момской команды, очень интересный борец, сейчас посмотрим, как будет складываться в дальнейшем эта встреча. Пока таких острых моментов не было, все ищут моменты, как пройти, какой прием пройти. На мой взгляд, Артем ищет борьбу, Владимир пока блокирует очень умело, за предплечье захват опасный, задавливает голову вниз, и вот последнее действие Владимира Егорова, убеждает арбитра, что пора скоро объявить пассивным борцом и наказать трех тридцатисекундным, дать шанс заработать балл, это опыт. А теперь его не согласен этим Артем Слевцовым. Ну, равная борьба, пока ничем не скупает Артем. Сейчас определили, по-моему, дали кому-то тридцать секунд. Сейчас посмотрим, как дальше пройдет эта встреча, пока идет, время у нас точно не показывает, но борцы еще таких, ну, по ощущениям уже третья минута идет, мы как старые, ну, бывшие люди, которые три минуты чувствуем, осталось еще. Загружает голову, но опять отпустил захват, да. Смотри, как мы опытные, 40 секунд осталось. 30 секунд прошло, Слевцову дали один балл представителям омской команды. Осталось последние 30 секунд, и Егорову не дадут, в этой ситуации не дают. Надо Артему действие техническое провести, не ввязаться в вот такую борьбу, да, в обоюдных захватах. Просто для, да, не выиграть, не возьмешь у Володи балл, не заработаешь. Надо здесь рисковать, зашатать, нагрузить, ну, пытается грузить голову, но Володя в этом... Раскрыл. Какие великие борцы ему, да, загружали, наверное, в шею. Не раскрыл. Ну, сейчас первый период закончился. Удивляется Владимир, да, что молодой брат... Вот, пожалуйста, смотрим мы тренер его, Егор. Скорябина показали, ну, а теперь уже... Артема Слевцова. Ну, тет выдерживал за голову с захватом, но это... Дальше он ничего не смог сделать. Хотел пройти... Заблокировал действие Владимира. Активная защита. Это как попытки для проведения приемов. Ну, сейчас наших ветеранов показывают. Альбина Инлегентина, поисеева, теннистическая наша. Ветеран спорта, строительства. Тембр вы вырос с первых же секунд. Да, вот сейчас снова мы переключаемся к борьбе. Ищет... Ну, да. Внизу ищет счастье Артем. Он и застоялся, и все, в момент... Да, очень, очень искроментная такая... Но бала нету, бала нету. Защищается тоже... Да, защита на контур... Работает контур приемов. И захват хороший. Обратным захватом дальнего бедра. Слепсов хочет... Опор найти. Ну, сейчас... Ну, судьи помогли, встали, разрешили положение. Нет, статистика была, что невозможно ли это положить. Мы могли провести, наверное, прием. Вот, снова так, на этот раз Слепсов хотел пройти ноги. Очень нравится борьба Артема. Ну, Артем очень... Да, Егорович, здесь надо... Две минуты осталось. Напрягает... Арбитр напрягает Артема. Требует... Более... Да, 30 секунд дали Артему, по-моему. Еще нет. Далее, далее, далее. Вот, сейчас он... А я свяжусь с международным студией спорю. Конечно, далее. Извиняюсь. Вот он. Перевод хотел перейти, пройти сзади. Но вот не получилось, не получилось. Вовремя ушел. Этих захватов. Захватов, Егоров. Ну, и он ждет спокойно. Эти 30 минут, все, как пройдут быстро. Да, нет. Артем-то накормил Володю. Да. Владимир, мастер спорта международного класса. Видно по движениям уже более... Более блокирует, более ищет борьбу Артем. Но он проигрывает. Один-один. Да, один-один. Надо работать. Сейчас вот как раз нужно работать, найти... Очень такое... Ну, я бы сказал, раскрыть как-то его. Минута 19, минута 19, минута 10. Белемия-то идет. Володя, наверное, готовит тоже определенные действия. Да, и в нужный момент. Ребята спотелись, а скользко. Вот попытка была, но нет. 50 секунд. 52 осталось. Это очень хорошо. Но сверху работают руки. Вот он. Нет, не получилось. Провалился Володя Владимирович, но момента не воспользовался. Артем. Блокировка пальцев. Это может быть наказано обоим предупреждения. Пока арбитр... Замечание обоим дали, чтобы они пальцев не взяли, как говорит. И вот снова-снова он под руки хочет пройти. Толкается, блокирует же все. Да. Но он... В этом положении он может выиграть. Поэтому это он очень четко контролирует и опасается. И он не будет атаковать Борис в красном трюк. Ну, Владимир чемпион прошлогодних спортивных игр. Знает вкус Пальцова. Снова оттаза. Оба рискуют. 6 секунд. Обратный захват. Три секунды. Время. Время. Зал взрывается. Зал болеет всегда за молодых. Но кубик это для успокоения души, успокоения нервов. Опоздал. Ну, беремя, по-моему, было. Ну, посмотрим. Да, я соглашусь с Семеном Сергеевичем, что Владимир Егоров на классе, в контроле. Все время блокировал. Не предпринимал активных действий. Может, он пощадил Даркиума. Внутри как-то, да? Он вторым номером получил предупреждение балл этот. Поэтому преимущество у него было. Да, хотя равное количество баллов, но это ему дало, дал. Вот это снова он проходит и тут уже остался. Вот теперь дает ноги и вот сам сел. 7 секунд. Да, тут уже сколько там? 3, 2, 1, да? 5 секунд осталось. Здесь пока еще. Вот Артем второй раз не мог опору сделать тебе. Вот одной ногой и не смог поднять. Нет, нет, еще нет. Еще нет. Ну, там уже нули. И вот, вот, нет, уже время кончилось. Поэтому, ну, балл не засчитают, потому что... Да просто зрители сидят, не видят табло. Ну, они, болельщики, всегда. 2, 1 выигрывают. Да, и победа призывается, естественно, Егорова. Может, завтра уйдем 2 призеров. Очень рада такая борьба. Он завтра будет бороться в финале. Сейчас выйдет макалеров мастер спорта международного класса Ариан Тютрин против очень перспективного Александра Авелова. Почему-то, говорим, Авелов уже, ну, как бы, является... Ну, 2 раза победил Петра Константинова, который мы считали лидером прошлогоднего сезона. А он уже и в чемпионате города Якутска выиграл, и сегодня в четверг финале. Мы посмотрим, как они готовы были... Не факт, что... Завтра уже финальная встреча, мы это и посмотрим, как там будет. Не факт Авелов, не подарок. Да. Он может бороться. Просто у Артема есть такие фишки, что, может, неожиданно иногда наш любимчик, лидер нашей сборной Якутии, Ариан Тютрин иногда бывает пропускает. Вадимир Яковлев, старый, опытный. Тренер России, Якутии, да, почему, Российской Федерации. Да, Российской Федерации. Паскетавший Леонида Скоридона, Иван Иванович Дмитриев, тренер сборной команды Республики, ведущих наших борцов. Посмотрим. Ученик тренеров Степана и Ивана. Вот сейчас он в расцвете сил, Иван Иванович. Но здесь может сыграть такой факт, что все-таки... в нашей республике Ариан Тютрин в Красном углу. Просто здесь может сыграть тот факт, что Александр Авелов все-таки будет на килограмм 5 тяжелее, чем Ариан. Он в ее рабочем, в своем собственном весе 61 борется. Все-таки Ариан борется 57 килограммов. Основные успехи там. Естественно, сейчас он борется 61 килограмм. Это естественно, будем сказать, не мирового масштаба. Наша спартакиадная встреча, как говорит. Ну вот все мы знаем, что Ариан Тютрин на сегодня он один из ведущих наших борцов. На него мы равняемся, наша молодежь. И вот... Еще отмечусь, что у Александра Авелова структура мыши очень борцовская, да, длинная. Ну, сейчас очень известная встреча. Это молодой, перспективный спортсмен Авелов. Ученик. Проход ноги, лоба ноги. Очень спокойно прошел. Да, очень спокойно прошел. И вот сейчас уже портеры... Ну, чуть-чуть очень хорошо защитился. Не дал ему провести приемы. Хотел накат, норница, но оба приема не смог провести. Вот сейчас крупным планом смотрим тренера. У меня есть информация про Александра Авелова. Его личный тренер, Будемир Яковлев сказал, что у Артема вообще железные нервы. Абсолютные. Это очень хорошо. Да, никогда не волнуется, всегда себя уверен. И вот он... Оу, красиво, да? Очень красивый право... Корпус. Да, прошел. Неправильный захват четыре. Захват железный. Озадачил, да, Александр этим проходом? Не ожидал. Нежданчик был для него. Защищать не успевал, рука не выставила. Прошел он, как бы, открытую дверь ноги. Вот еще прошел очень быстро, крепко. Это уже третья попытка, третий раз он... Да, я думаю, что Александр будет бороться. Но я, ну... Ариан на классе все делает грамотно, спокойно, свободно. Но это мастерство. Ну, Ариан сейчас выступает за... Третий призер мира. Да, выступает за Белоруссию. До этого он выступал за родную Россию. И там два раза призером был. Призер чемпионата в Российской Федерации. Это один из сильнейших борцов на сегодня... Нашей планеты. Да, нашей... Вселенной, да? Да, 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 Вселенной. Он бронзовую награду получил. Это тоже успех, это тоже такая... Вот сейчас, да... Ну, такая сумбурная атака. Две попытки в левую и правую сторону. Выиграл балл, отработал один балл своими активными действиями. Думает. Время есть еще. Второй вперед впереди. Сейчас в первом впереди еще 40 секунд. Ход снова очень спокойно опять. И сейчас на крест... Ну, крест не получился, да. Третий раз подряд попадает Аверверна. Да, четвертый раз. Вот и два балла. Вот и все. Да, и уже все. Уверенно выходит против Владимира Егорова. Егорова, Ариан Тютрин. Мастер спорта международного класса. Третий призер чемпионата мира. Неоднократный призер чемпионата в России. Неоднократный чемпион нашей республики. Прошедший школу борется за родной улоз. И здесь, наверное, мотивация тоже. Он не дал ни минуты сомнений. Всем, да? Да, да. Арбитрам, зрителям. И нам с тобой. Да, Папторе. Хотя Надежда вот была... Вот очень хорошо, красиво прошел. Вот видите, как надо было. Корпус проходит. Четко, четко, очень четко прошел. И не один раз, а раза четыре эти приемы прошел. Не нашел противоядие. Просто стойка выше. Руки останавливают и проходят следом. Классически. Еще при том, да. Высоко проходит, да. Взбивает моментально. Еще раз. И теперь уже накрестный захват. Безмачит. Тренера и Ариан сам вот эту брешь в обороне заранее знали. И подготовили. Да. Ну, у нас следующий вес. Вес до 70 килограмм. Потапов Айсен. Верхоянск. Это лидер. Один из лидеров. Ну, лидер этого категории нашей республики. Павлов. И Кирилл Павлов. Сунтар. Так вы, ну, в четверофинале вы сказали, что Айсен может и по классической борьбе, да? Да. Удивиться. И борется. В Дальнем Востоке же борется. Очень хороший час. Провалил, провалил Потапова Павлов и заработал два балла. Как крещи. Да. Как крысь на него насел. И все. Сейчас еще накрестный захват идет. Ну, защищается упорно. Блокирует, да. Молодец, арбитр. Сейчас устное замечание Айсен получит. Да. Сразу же. Ну, правильно. Он блокировал руки, запястья. Поэтому вот дали замечание. Это, между прочим, судья международной категории. Ооо. Скоростная атака, да? Якутская. Да, да, да. Очень красиво. Козырная. У нас козырной прием для всех якутских борцов. Все равно, как Сагая, движение, вот, перевел партир. Но дальше он ничего не смог сделать. Вот это. Ну, опасно рассердить этой сцене. Потапову нужно было партир еще что-то провести. Хотя бы там на ключ или переворот накатом. Который он очень хорошо делает. Да, очень все. Второй проход. И снова, снова. Одним движением прошел. Но балл еще не заработал. Активно Кирилл Павлов. Атакует и получается бросок обратным захватом. Арбитр как оценит. Ну, с активной зоны же, с ковра, бросок произошел. А балл дают Потапову. Ну, правильно. А, нет, поменяли. Поменяли, поменяли, да. Ответная атака. Ну, сейчас уже вперед выходит Айсен. Пошла открытая. И сейчас уже он сверху работает. И еще минуты 10 бороться в первой переде. Удивительно, что Кирилл Павлов по физической мощи ни капли не уступает, да? Да, да, да. Ну, конечно, он сейчас... А Айсен Потапов-то считается богатырьем в этом весе? Он любит давить силой. Ну, физическая сила. Есть у этого бирханского спортсмена. Природа одарила его силой. Как говорит, ну, это сейчас, пока он ведет преимущество в один балл, но это уже, ну, как дальше будет. Он поставит свою почет, ищет, ищет захват. Очень крепко хочет пережаться, но нет, не получается. Он блокирует там, вот, сбоку, в корпусах. Да, классические борьбы прием, но не получается. Но Кирилл обладает взрывной силой. Может, что-то противостоит. Контрприем может, может, вот... Он же пытался же, револеет, как пистолетом бросит. Только за ковер. 4-6 стало. Потапов-1 балл дали, оказывается. Вот, тоже корпусом бьет, сбивает и атакует в пассивной зоне Кирилл, и время. Время. Ну, что сказать, по борьбе, по борьбе физика чуть-чуть лучше у Асена Потапова, это естественно. Но по взрывной силе ничуть не уступает Кирилл Павлов. И активная, бескомпромиссная такая. Ребята не лукавствуют, не мудростуют, без комбинаций, да, сбивают партеры, обратный захват. Очень хорошо за пять голеней. Сбивание, да, с коленей. И тут уже чуть-чуть опоздал, но догнал все-таки, перевел его. Второй период. Нет, это еще раз повтор. Здесь обратный возьмет, ну вот на опоре стоит и получился у нее бросок. Красиво, все-таки красивый бросок, да? Гибкость у парня, у Кирилла отменная. 6-2. Ну, сейчас решающие моменты. Три минуты. Все-таки, да. Вот за пятки, за пятки. Очень хорошо вторую ногу перешел, захватил. И теперь уже 2 балла все-таки заработал. 8-4. И вот всегда сверху сейчас будет заработать. На донецке вот. Нет, не получается, не получается. Вот долго, долго, упорно, долго подготовил провести прием. Ну, он работает, Айсен работает. Вот сейчас ведет он встречу, да. Но у Кирилла Павлова есть шанс. Как бы плотно. Еще раз прошел. Павло прошел, но опять сел, остался. Недоволен своими действиями, да. Наставил ноги. Придавился, да? Да, сейчас. Вот плохо, что нам не показывает это табуло, потому что... 4-8. Да, 4-8. Достаток на времени. Да, время как у нас там. Минута 44. Минута есть, больше минуты. Минута 44, 40 секунд. Да, минута 40. Второй проход. Обратка. Нет, уже он на себя бросил. Это уже... Посмотрим 10, да. Да, он уже... И сейчас на крестный захват. Ну, чуть не получилось с захватом. 10-4. Ну, он решил... Кирилл Павроп провалил, но забегая не опоздал. И обратная атака... Ну, контратака Потапа тоже безрезультатна. Они очень часто упускают эти моменты. Ну, просто без подготовки, бескомпромиссно. Они как бы атакуют. Захватывают. Ну, очень красиво за пятки. Снова вот сбил. На ножницы. Да. И теперь... Коварно делает. Да. Уже 2 балла. Выход в опасную зону. Зону. За ковер. 12-4. 14-4, да. Вот, благодарим ножницам, он еще 2 балла дорабатывает. И досрочная победа. Айсен Потапа в финале восьмых спортивных игр народов Республики Саха. И сейчас Петр Павлов и Нюргун Скрябин. Тоже мастер спорта международного класса. Победители турнира Ивана Ярыгина. Бронзовый призер чемпионата Европы. Нюргун Скрябин. Сборная Мегинско-Кангаласко-Улуса и сборная Белоруссии. Против него Петр Павлов. Усялдан. Местный боец. Борец. Ну, интересно. Зал здесь нейтральный, да? Да. Зал тут... А болел за молодого Артема Слепсова активно. Ну, многие с большим уважением относятся к Нюргуну, который порадовал нас много раз. Но бывают осечки. Петр Павлов тоже опытный, достаточно опытный борец, который может отдельно в схватке побороться с мастером спорта международного класса. Комбинационно. Ну, он и любит атаковать. Все это всегда отмечают. Петр Павлов, он в защите не станет. Его кредо – это атака. Атака, прием полноценный, чтобы провести четко, ясно, чтобы никаких осечек, как говорится. Попеременно отмечают друг друга, захватов нет пока. 50 секунд и доминирует Нюргунд Скрябин. Центр ковра за ним. Ну, почему-то постоянно по глазам попадает. Это нехороший Скрябин, да? Без борьбы как-то. Выжидает, выжидает момент. То есть ищет, ищет. Теперь Нюргуна тоже призывает арбитр к более активным действиям. Перевод хотел привести с локтя. Ждут момент. Минута, еще полторы минуты в первом периоде надо бороться. Пока таких конкретных, выверенных, атакующих действий с собой сторонние. Зал приветствует главного тренера сборной Беларуси Жуматая Жумаева. Ну, за Нюргуном специально приехал посчетный год наших спартакиадных турниров. Ну, и, наверное, скорее всего, и министра спорта, и Мигна Конголасского улуса, Центра подготовки спортивных триумфа. Петр Павлов, да. Ну, что еще расскажем. Беларусь – это вотчина наша, да. Мало в весах у нас сейчас знаменитый наш борец Андреев. Владик Андреев стал старшим тренером, заслуженный мастер спорта. Ну, чуть-чуть ему не хватило до Олимпиады в Америке. Нелепо получил травму в Борисе 61 килограмм в Сиолковске, в Польше. Хотя понимал, что, да, это чревато. И как они думали, так и получилось. И того пропустил, и не смог завоевать путевку в Токио. Ну, Влад – заслуженный мастер спорта, многократный призер чемпионатов мира. Я лично два раза видел, один раз видел в Ташкенте, когда он стал бронзовым призером. Многократный призер Европы. Но в жизни бывает у борцов всякое. Вот конфликт с Владимиром Кенчашвили, с грузинским борцом, будущим олимпийским, да, триумфатором. И вот для Владика сыграло такой, ну, сбила с колеи, так скажем. Это Баку европейские игры. До сих пор помню, обида была. Да, проход. Очень красивый проход. Уверенный, очень красивый проход. Ноги за пятки. И дальше второй перегол уже накатил. Это уже отрыв. Примерно там, наверное, по два-то, значит, и снова. Попадается, да. Очень сильно красиво пробил. И вот еще раз накатил. Вот он накатил. И вот, видимо, закончил. Невидимо, точно. Одинцать-нольфис. Видимо, накатил налево-направо. С одного прохода. Да, вот это... Голин прошел, и все. Будем говорить, это мастерство. Вот она годами переходит. После первой тренировки такого мастерства не дойдешь. Но вот, видите, вот. Очень упорная работа. Вот еще раз доказывает, что у Нюргуна есть порох в пороховицах. И нам еще раз мы можем говорить о том, что вот нужно еще много-много раз тренироваться, чтобы дойти вот до такого уровня. А бисепс это как работает? Да. Жилы быстро, место нашли, и все. Железный хват. Да, вот. Даже такой силач, как Петр Павлов. Вот еще раз. Вот видите, какой захват. Стуловище, стуловище. Вот даже он рук не взял. Просто стуловище. Вот это очень красиво, хорошо. Да. Да, у нас определились борцы, которых мы увидим завтра в финале, весит до 70 килограмм. Сейчас на экране борцы до 74. Очень интересный, своеобразный техникой борец Ларион Андреев, Конголаский Улус. И против него двукратный чемпион нашей республики, лидер при отсутствии Александра Рассаня. Так же, ну, прям сделаем. И Стаса Севиновой в этом весе, бесспорно, и Константин Власов, Таткинский. Ну, на сегодня они лидеры вот этой весовой категории. Нет, Константин Власов за миг на Конголасской Улусе, извиняюсь. И встреча двух сильнейших борцов этой весовой категории. Жаль, что они не пенали, а это полупенальные встречи. Поэтому один из них обязательно останется в чемпионских медалях. Рыся напоминает, да? Ну, победивший будет завтра бороться за первое место. А сегодня, а сегодня, сейчас нужно определить. Нам сегодня задача такая, что победитель. Победитель нам надо определить. И вот они сами тут нам покажут, кто кого. Ну, такое ощущение, что 74 килограмма, ну, легкий какой-то вес, да? Активная работа ног. Скоростная борьба идет, на самом деле, на средней дистанции. Ну, я думаю, что Константин сейчас плотный захват найдет. И свой балл заработает. В этой весовой категории у нас много таких мастеров было. 68, 74. Очень крепко, хорошо боролись наши ведущие спортсмены тех времен. Это Петр Попов, Николай Неустроев, Николай Гавушев. А как 20 лет? Блеф, да? А сейчас молодое поколение наших спортсменов. Да, это Андреев, Довласов, они... Ну, челлендж, зачем челлендж бросили? Нет, здесь была ложная атака Ларьона Андреева. Он пытался срыв организовать, но арбитр не поверил. Улыбается, говорит. Ну, он наступил же. Наступал. Ну, это не знаем. Андреев-то не хотел смотреть челлендж. Это же права. Тренер, тренер. Да, тренер бросил бедать. Ну, он-то понимает свои действия. Это тактический срыв был. Бесспорно. 1-0. Константин Власов. Ну, борьба продолжается. 3-0. Без захвата. Оценили, что... Без захвата. Да, и хитрость не ушла. Оценили уход с ковра и наказали еще предупреждением с баллом. 3 балла. Один за предупреждение, один за уход. И такой 3-0 впереди. Не надоест ли Константину догонять Лориона? Очень прекрасно. Ну, он апеллирует, что мне бегать за ним не резон. Ну, это тактика. Ну, тактика-то тактика. А почему у Конголаски, у нас Вячеслав Константинов тоже все время бегал в вопрос Коврано? Он абсолютный чемпион был. Ну, это бывает такое. На это судьи-то правильно сделали. Вот сейчас упор головой идет. 36 секунд осталось до конца первого периода, да? Удивляет, что Костя еще не нашел хороший захват плотный, чтобы хотя бы 2 балла заработать. Да, убирается головой, не дает пройти ему дальше. Константин. Блокирует? Да, блокирует Андрея. Без захвата он подпрыгивает там. Движение хочет пройти, но это тоже очень сложно будет бороться на расстоянии идти. Остается всего 6 секунд и на отдых. Но я считаю, что Константин еще не нашел, не нашел вот тот ключ пробить, догнать пробить. Но здесь ноги, да, включить надо, наверное? Да, спокойно вот сейчас он отработал этот период. Сейчас предплечье захватит корпус и ногами там засыпик или там, или обив можно придумать. Он уже отдает активность захвату. Но он бегает хорошо, быстро как-то. Ну, говорят, Лорион еще участвует вот ударно в видах борьбы единоборства. Вот симуляция, за это получил наказание 2 балла. Да, хотел провести бросок кочергой, захватом рук через плечи, но не получилось. Да, еще раз наказали предупреждением 4-0. Секундарный обязан, чтобы борцы выходили без... Мокрые очень, но правильно делает вот сейчас правила предусмотрены. Анатолий Петров, один из ведущих наших тренеров Хангаласского луса, представитель, тренер. Анатолий Петров, один из сильнейших борцов в свое время Российской Федерации. Вот. Константин тоже решил в низкой стойке поиграться маленько, но пошел в активный захват. Да, пришел, пошел на захват, на обоюдный острый. Опять наткнулся, сильно наткнулся, да. На растопыренные пальцы сам заехал, Лорион на пальцы. С кровью, это надо вращать. Мы надеемся, что Лорион на пальцы. Ну, сейчас врач поможет, да, доктор поможет, там, пальцев, пальцами там чуть, видимо. Да, сейчас спокоится, сейчас может, смотрит, там, да. Своевременная помощь доктора. И вот борьба продолжается в центре ковра. Ну, все-таки есть тактическая какая-то вот... Ну, я, наверное, подозрительный слишком, привзято, наверное, думаю сейчас. Это, ну, борьба есть в школе спорта. Ну, это ненарочно он. Да, да, ненарочно. Да, ненарочно он его. Ну, есть подозрительный. Ну, всегда есть что-то. Да, но Константину надо все-таки доказать, ну, как бы, не достоинством, а именно свою превосходную технику показать. Ну, он и так ведет немного, да. А не вестись в борьбу вот Лориона Андреева. Но он, тактически-то, Лорион правильно выиграл же. Да, Константин уже, как, пытается с низкой стойкой бороться. Ну, сейчас же ведет же Власов. Да, спокойно ведет. Вот поймал его. И на промо... Да. Нет, нет, убежал. Пятый балл. Даже два балла. Нет, один балл. Вышел за ковер, вышел за переделы ковера, вот, и наказывается за это. Минута 56 секунд. Ну, Андрееву надо тоже захват пройти, надо идти, чтобы... Ну, время есть. Здесь, да, Андрееву надо, Лориону Андрееву надо, я думаю, что с дистанции на обе ноги. Да, ну, сейчас он в свой стиль еще-таки... А Костя сильнее борется. Ну, в плане, он себе, он не нашел, вот, как бороться с ним, вот. Да, ситуация почти безнадежная для Лориона. Ему надо менять борьбу, минута 20 осталось. Ноги... Да. Хорошо работает, но ноги должны принести выигрышные баллы. Очень хорошо будергивает его, но, опять же, очень низко голову опустил вниз, плечи голову, поэтому и тот, и другой не могут пройти на прием какой-нибудь. Минута. Они обычно могут пройти в ноги или под руки, под нырник, но и то никак не получается. Минута разделяет Константина Власова борьбу за золотые медали в восьмых спортивных игр. Захват. Мокрые, да, при том? Да, естественно, мокрые. Броска не получится. Да, и зал-то у нас... Сорок градусов, говорят. Да, небольшой, поэтому народу много, желающих смотреть эти встречи. Очень много. Перевод тоже наполовину, просто показал арбитр, что... Но время идет, время идет, очень... Вот тут, ну, уже он оставил, да, он вдалека подпрыгнул, но что, вот остался вниз, это он решит, и... Восемь, да, восемь, наверное, восемь, ноли, но... Ну, кстати, бороться надо, что... Остается там... 25. Да. Костя просто будет, да, контролировать сейчас? Ну, он контролирует. Пятнадцать секунд. Ну, и снова балл очень спокойно. Ну, это уже... Десять. Явным преимуществом победа Константина Бласова. Да. Ну, сейчас мы увидим еще интересную борьбу. На ковер выйдет чемпион России, мастер спорта международного класса, тренер сборной. Якутий Егор Пономерев, Чарапчинский луз. Против него очень бросковый и очень сильный тоже воспитанник Чарапчинской школы борьбы, Егор Захаров. Первый финалист до 74 килограмм, это Константин, чемпион нашей республики, подтверждает, что пока для него соперники в этом весовой категории вопросов не ставят. Я уверен, он дошел до финала. Но завтра и Егор Захаров, и Егор Пономерев могут ему озадачить крепко. Уже три минуты борцы на ковре. Ну, здесь Егор Петров, наверное, по настырности, по выносливости, по технике, по мышлению в борьбе сильнее, да? А по скорости бросковым Егор Пономерев, мастер спорта международного класса, чемпион нашей России. Да, Егор стал контролировать центр ковра, что-то старшему товарищу Егор Захаров не предъявляет претензий в атаке. Ждет? Ну, Егор очень много. Опытный спортсмен, опытный борец. Титулов вы все знаете, какие он завоевал. Родом он с Катанавского наследия, родина легендарного, выдающего же учителя-тренера Дмитрия Петровича Коркина. Это Катанавский наследия Чуравчинского района. Ну, Егор родом оттуда, родители тоже с Катанавского. Ну, вот, сегодня он за свой родной Чуравчинский луз поступает. Ну, правда, он сейчас работает тренером центра подготовки сборной команды, сборной команды Республики. Его, он очень настырный, силового характера, вот, спортсмен. Вот, сейчас вот, интересное положение. Сейчас вот Захаров очень хорошо, да, очень хорошо вот на гонитал, и вот, все-таки бунудил Пономарева наступить за ковер, и это дает... Снова, снова, да. Ну, получается, 2-0, Игорь Пономарев, мастер спорта международного класса. Он в составе сборной России завоевал Кубок мира. Ну, он очень крепко стоит на ногах, чувствует. Очень хорошо, хорошо, вот, связку там бламывает, ищет что-то, как пройти. Вот, загружает, все очень красиво, очень нормально, вот, все здесь, опять снова хочет... Уходит от борьбы Егор Захаров, ну, он здесь в психологический момент, наверное, все время доминировал Егор. Ну, снова вот за пятки, вот, упустил, упустил, не догонался, но ничего, сейчас все-таки он ведет встречу. Ну, здесь с колен, да, как арбитр ценит? Ну, тут руководитель Кобра подозвал арбитра, это имеет право, сейчас совещание маленькое будет. А как, на ваш взгляд, с колен? Ну, нет, он, свисток был, а какой разговор-то, все, тут, естественно... Опоздал, да? Да, опоздал уж. Вы правы, три секунды осталось. Первый период закончился, да. Да, в этом месте такое уважение было со стороны Егора Захарова к Егору Пономарьеву, да? Да. Вот сейчас тренера команды, гонокоманды. Я думаю, что надо все-таки перебаривать это вот чувство, и надо поактивнее бороться. Ну, вот сейчас посмотрим, как будет. Бал дал. Чистый бал-то Егор Пономарьев в этом положении взял. Сейчас проход на шиколотку, но бездействие. Вот здесь. Ну да, здесь балла нет. Да, ну тут уже свисток был, чуть поспешил, видимо, арбитр, но это чисто в человеческом плане он не хотел его засудить, просто тут поспешил, свисток дал. Ну и идет встреча уже второй период, мы знаем, уже он ведет, Пономарьев ведет со счетом 2-0. Ну, есть время для Егора Захарова, отрыв минимальный, одно активное, ну, хорошее действие, один раз бить в портер, да? Ну, тут надо тоже Захарову очень четко надо атаковать, но вот Егор не даст, видимо, вот очень он чувствует этих положений, тем более обоюдные захваты, тем более под руки, под руки. Ну, при чем составляет из колючев? Нырни! О, здесь. Бал! Ну, судя за... Уходсков раз на четырех опорах, это не считается баллом. Ну, на коленях, на коленях оба вышли, поэтому тут... Правильно все, ну... Поддавливает, да, Егор Пономарев все-таки? Да, он... Молодого Пономарева. Ну, это уже, видимо... Здесь балл. Ну, тут уже правильно оценило. Да. И ведет очень спокойно, очень спокойно ведет встречу. Еще минута 40. Егор Пономарев. Нет, под руки он встречает очень крепко. При выталкивании здесь можно попытаться бросить Егору Захарову. Совершить бросок. Да, он не сможет бросать. Предпочитает... Бал! Нашел выход. Вот нашел выход. Нет. Опять до конца не сделал. Обоюдное опасное положение. Вот сейчас уже Пономарев может брать минуту бороться. Бал. 4-0. 4-0. Еще минуту. Пока Егор Захаров. Атака на Шиколов на голень. Да, атака и опускает. В возрасте, но ловкий, да? Ловко ушел с опасного положения. Ну, в обоидном захвате вертушка пустая. Да. Да. Где-то 30 секунд осталось. Проваривает. Оставит. 5-0. Это два балла уже. Это финал. 20 секунд. Очень спокойно ведет встречу Егор Поноварев. Он умеет нагружать, да? Еле дышит. Он ведет. Ведет. Ведет встречу. Ему он спокойно сейчас. Егор Поноварев. Эти оставшиеся 10 секунд очень спокойно проведет. И выйдет в финальную встречу. Но нужно сказать финалского. Осталось, но здесь явно заслужил выход в финал мастер спорта международного класса. Тренер. Уверенная победа. Егор Поноварев. Чуропча. Ветерана борьбы. Уже ветерана борьбы. Егора Поноварева. Ну и естественно мы его поздравляем. Что завтра он нам покажет все хорошее. Против Константина Волосова. Да. Коварный человек. Ладно. Но у нас впереди 86 до 86 килограмм. Сафрон Сафронов. Мегина. Конголатский район. Кулус. И против него мастер спорта международного класса борец Юрбинского Луса Герман Устинов. Но эта схватка. Они борются уже лет пять друг другом, наверное. Каждый весе. Да. Много раз встречали друг друга. Поэтому друг друга знают очень прекрасно. Поэтому сейчас посмотрим, как они будут на сегодня бороться. Насладимся. Но здесь командный подсчет здесь непростая борьба будет. Ну, к красному улу Сафрон Сафронов и Герман Устинов. Это борьба за выход в финальную встречу. И очень, ребята очень активно начали бороться. Да, энергично. Сафрон Сафронов последние годы очень хорошо борется в Капсагае за Мегина Конголатского. Говорят, он очень командный человек. Прекрасно болеет за развитие боя Капсагая в своем родном улусе. Перевод и получает, да, уход с ковра. Павел, Герман 1-0. 1-0. Но это еще светочки. Да, светочки. Это начало встречи. Сейчас за этот выход, естественно, судьи дают. Потому что Сафрон вышел, запередил ковра. Контроль за головой существует. Один пар. Герман Устинов. И сейчас. Борцы часто уходят в низкую стойку. Но скорее это Герман опасается от действий. Он любит высокой стойке бороться. У него коренной очень хорошо делает лампочку. У Германа козырные приемы есть. Но это Сафрон тоже знает. Попадется вот, не попадется. Вот это сейчас мы посмотрим. Впереди еще есть премия. Борцы опытные ребята. Друг с другом. Они встретились не один раз. Арбитр Барашко наказывает Сафрона Сафронова. Словами пока еще. Сафрону дали 30 секунд. Замещание, предупреждение. Герман контролирует четко середину ковра. Он 1-0 ведет. Теперь замечание получает Герман Штинов. Мастер спорта международного класса. Юрбинский улоз. Борьба начнется, наверное, на крайних минутах. Да, они спокойно ведут эту встречу. Ждут, кто первым ошибется, видимо. Завтра в финале. Да. Будемир Яковлев очень внимательно следит. Видать, знает, чувствует огрешности какие-то. Пока рисунок борьбы не спеша, тихоходом. По дружеской, да? Да, обоюдно. Низкой стойки. Да, низкой стойки. Друг против друг головой нахнулись. Ну вот и тут, они время дали. Да, план борьбы был такой. Конечно, что все активные действия перенести на второй. Вперед. Команда юрбинских тренеров дает советы. Дает советы Устину, Устинову, Герману. И вот, ну это, да, прошел, вышел за ковер Сапрон-Сапронов. Естественно, за это он проигрывает. Бал. Да, ничего, это копейка. Ну вот, еще копейку я не отдал бы за это два. Просто надо... Если комбинационный такой, на захвате, плотный захват не получает, Сапрон на скорости проходить. Это он умеет. Залезть в борьбу, контролирует плечи. Ну, опять, дистанция достаточная, чтобы спокойно передохнуть, да? Да. Да. Да, за Мигана Конголасов, Николай Сивцев и Александр Петтицын. Александр Петтицын, мастер спорта международного класса. Очень такой текущий. Текущий. Борис был, всех здесь мучил, да? Ну, сейчас он работает старшим тренером Мигана Конголасского района. Ну, а Николай Сивцев, вы все знаете, он глава поселка Тумул. Два балла. Лампочка работает. Это козырной прием Германа. И вот никто против него, да? В этом аспекте у нас и республики не сравнен. Он с любого борца. Все знают, но все захват получат. И корпусом передавит, и все. Туши пропало. 3-0. Герман Сутина впереди. Пока Сафрон Сафронов достойный. Готовит скорее атаку. Минута 38 осталась. Сафронов-то, конечно, сложно Герману пройти, пробить его защиту. Герман вот эти положения очень хорошо чувствует соперника. Вот сейчас голова лечит в захвате. Очень возлюбленный захват Германа. Вот этот захват он может провести. Здесь видно, что Сафрона в неидеальной форме. Скорости не хватает. Ну, видимо, мы не можем сказать, что у него форма хорудованная. Они уже все подготовлены, я как уже отметил. Потому что есть сильнейшие стороны у каждого спортсмена. Но в этом случае Герман более-менее... Да, мастерее. У козырей больше. Лампочка самая главная. По классу, по классу. Выше все-таки вот. 30 секунд. Ну, не видно же. Он спокойно ходит. Он не дает, чтобы он знает, что... Это борьба его устраивает. 15 где-то стало секунд. Он знает, что он не пройдет. Удержит счет. Да, ну, сверху он что-то сделать. Тоже ничего не сделал. Сам стал убегать. 7 секунд. И вот еще назад хочет выйти. Ну, не будет активных действий. Так и получилось. Со счетом 3-0 комфортно, да? Но преимущество маленькое. Но всю борьбу контролируют. Да уверен. Уверен. Встреча проведена Германом. Он знает. Знал этого. Там 5-3 валла раньше не имело. Главная была. Это задача поставлена, чтобы победить Сокруна. И дать максимальное количество выигрышных очков для гербинской команды. Встреча выполнены. А сейчас еще интересная борьба будет. Два силача Платон Савинов и Айсен Копырид. Два мастера спорта. Но разница между ними... Повтория сейчас показали, как провел этот голова, плечи вон. В захвате. Вот и встретил. И позже выйти. Вопросы нет. Платон Савинов. Знаменитый борец по борьбе Хапсагай. Тренер по борьбе Хапсагай. Участник международных игр Дети Азии. Призер. Многократный чемпион. Первый чемпион Дети Азии. И Айсен Копырид тоже, который дюжиной сильно очень сильный борец. Но вот в техническом плане Платон будет, наверное, сильнее, да? Арсенал. Посмотрим, как получится борьба. Сейчас молодым нужно... Копыринка побольше движения, побольше раскрыть Платону. Тогда, видимо, он победит. А если выйдет... Такой захват можно, что ли, двумя руками за голову в одно время? Нет, нет, конечно. Это просто пускает. Но он попеременно делает, и пока предупреждение не получил. Вот центр ковра за Айсеном Копырином. Он выглядит крупнее, да? Ну, ростом выше, чем Платон, естественно. Ну, Платон-то человек борец в возрасте, скажем сразу. Тяжелейшими костями, да? Борьбехов, так же, у него всеобразная техника. И ногами хорошо работает. Естественно. Переводы делает. И контролирует, и выносы делает. Ну, в больной борьбе пока это не показал. Ну, в больной борьбе, в более прогрессивной борьбе, то есть ли это часть борьбы хапсарайжа, это все-таки. Поэтому, конечно, прием в больной борьбе, это и есть основа проведения таких несложных тактических движений. Вот подсечки, там, рыбки, там, шумунги, там, или переводы за руки. Какие-то, естественно, это... Контроль за Айсен Копыриным. Побольше движений, побольше... Поэтому и это и все называется тактическо-подготовительные приемы, ведение сложных приемов. Я думаю, что Платон готовит коварное какое-то действие. Ну, может быть, все может быть. Скорее всего, ногами подсечка будет передняя или задняя. Беряки, вот... Ну, знаешь, он сейчас напряжение со сдатки и... Ну, с подсечкой свалить Айсена можно. Копыриным сам должен работать сильнейшим, поэтому побольше раскрывать надо Платона, побольше движений, и вот тогда победа будет за Копыриным. Но если он так не будет бороться, естественно, преимущество... Но не будет нагретать, потому что важнее выйти в финал, чем красивее выиграть. 40 секунд первый период. У каждого своя задача. Ну, посмотрим. Осталось совсем немного. У Селданда горит пока, да? Явно кувалды, кроме Арьяна Тютрина. Не Павлова, не Белелюбского, да? Ну, вот... Чемпиона нужно же подсечку. Чемпиона нужно, ну, вот... И Айсена должен это отработать. Во что бы то ни стало. Вот ищет, ищет, ищет ключи. Но по протоколу, если посмотреть, у них очень хорошие шансы в женской борьбе. Ну, вот первый период закончился. Минимальное количество баллов. Два финалиста и два трюзера в принципе, Российской Федерации. И Севиль Назарова, она же по взрослым придет. Так что, и есть. Ну, Светлана Мурукова тоже не подарок. Вот сейчас крупным планом показывают верхнем юридических ребят. Такое ощущение, что запас прочности и полотно еще есть. Миша, Захаров. Тоже вертолешь борьбы Хапсага. Естественно, но тут, ну... Потомственные, да? Да, да. Борис... Борьба Хапсага – это половина больной борьбы, скажем сразу. Ну, я ее признаю как отдельный вид спорта, свои там... Ну, это мы, это национальная борьба, естественно, мы как... Ни за что нет дадим. Да, да. Мы свою самобытную самобытность должны показать миру народу. Юргийцы почему-то болеют за у солдат. Василий Афанасьев там сидел. За красивую борьбу они хотят. Дядя Вася. Да. Естественно, вот сейчас очень сложно... Платону вторую раздали предупреждение. Сложная остановка положения оказалась вот сейчас. 30 секунд, по-моему, дали. И, конечно, нужно провести прием. Прием надо провести. Платону надо самого как-то раскрыть, своего соперника. Вот сейчас очень друг за другом следят они. 2-0 повел СНК Турин. Да, упор головой. Упор головой говорят, направо. Вот, да, вот. СНК Турин двумя руками же контролирует голову. Арбитр смотрит, показывает. Можно так бороться. Претензий нет. Вот очень сложная остановка. Время идет, идет время. Минута 20. Ну, оба борца не борются, честно признаемся. Просто под контроль, под блок работает. 2-0 перед Ясен Каппери. Будем говорить о плотном захвате. Пассивно атакующем плане бороться. Вот, вот можно так определить, видимо. Да, вы научно точно сказали. Очень большой контроль. Они друг друга контролируют. Ну, попытку там, какой-то прием провести хотел сделать. Ну, это обманное такое движение, что... Трожная такая. Трожная такая. 1-2. 40 секунд очень хорошее, комфортное время. Ну, вот теперь... Теперь нужно... Да. А если на Попырину надо тоже действие сделать, чтобы безопасить себя? Очень минимальная. 30 секунд остается, и это очень сложно. Сложно будет. Ребятам, вот. Да, попытка выноса за пределы ковра не получается. Но время выиграл. 18 секунд осталось. Платон крепко стоит. 15. Да, здесь Айсен Каппери. Еле освободил голову от плотного захвата. Трико порвалось, и внутренние засыпы пошли. Но Айсен выиграл. Да, минимальное количество... Силовая борьба такая, более на классическую борьбу похожая. Да, ну... Это в ожидательно ожидаемом, в ожидательном плане они боролись. В ожидательно ожидаемом, в ожидательно какой... Да, атакующим пассивным. Понятно. Да. Это очень сложно. Так тоже надо уже вести... Я не понял. Так тоже надо же вести встречу. Вот иной раз бывает такое. Сейчас 97 килограмм Сергей Семенов и Николай Николаев. Тоже интересная борьба. Николай Николаев очень известный человек в нашей республике. И против него мастер спорта, вольной борьбы Сергей Семенов. Он всегда наамский. В любом виде спорта. В Капсагае, там, в многоборьях. Он тренер, да? А Николай Николаев – это находящий портрет национального вида спорта. Это обложка нашего вида спорта. Очень харизматичный, интеллектуальный, развитый человек. Он не скромный спортсмен. Да, очень разносторонний. Очень хорошим тонким юмором. Ну, он любимчик, да, всех? Скоростной при том. Быстрый, скоростной при том. Опа! Передняя подножка не проходит. Сергей опытный. Тоже в Капсагае очень много боролся и имеет опыт. Такое ощущение, что Сергей Семенов посушился, да, чуть-чуть? Подготовился хорошо. Конечно. А Николай Николаев всегда такой. Вот. Попытка-попытка, да, попытка-попытка, да, попытка-попытка на ногах. Пройти в ноги. Минута прошла. Открытая борьба, высокая стойка, борьба на руках. Ну, силового характера встречи. Срывает, ребята, захваты. Рубками друг друга. Не зря толкаешься на себя. Ох, да. Не зря оказался. Он просто пассивную зону завел и оттуда провел атаку. Ну, Сергей уже отработал. Один балл, да, заработал один балл. Да, это ничего уже неплохо. Это ребята, потому что они будут сорваться, конечно, в таком положении, в таком стиле. У них пройдет встречи и показывает. Ну, это, видимо, травма, наверное, старое что-то. Ну, он решил пройти, потом наткнулся и вот в стрессном движении. Что-то хрустно, 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 хрустно. Что-то хрустно, хрустно, хрустно. Ох. Связь, пишите. Сергей Семенов. Ну, спортивная семья. У него сестра Сардана очень известный мастрестлер. Сергей сам тоже известный спортсмен в нашей республике. Николай Николаев решил тоже заработать свои баллы. Высокая стойка. 40 секунд осталось в первом периоде. Крепкие ребята, физические, очень подготовленные, сильные ребята. Вот он, это ложная атака. Ну, ложные атаки делает. Такие ложные атаки могут пройти к обсагая. Но здесь он зарабатывает активность, получить один балл действием. Все-таки прием надо провести до конца. Не обозначение там, или ложные движения, а надо до конца закончить прием. Вот тогда что-то будет. И Сергей Семенов застоялся, да, решил, что два балла это достаточный. Ему-то зачем рисковать? Он же ведет. Последние секунды. Да, и это очень хорошо. Он еще два балла заработал, видимо. Это был юмор или... С китрецом оказался Сергей, да, на последние секунды. Правильно. Лидеры команды намского вуза тренера дают советы Сергею. Нет, классный проход. Да, это хорошо, да, и левая нога у него это нормально, он продовольный кусочек. Это один балл, два, ноль. Ну, два действия по одному баллу. Если Николай Николаев сможет сбить Сергей Семенов в портер, получит два балла, он будет впереди. Но это вряд ли. Этим согласен Сергей Семенов. Остается 2,40. Да. Ну, дерни под себя и назад пройти. Вот, чуть не получил. Ну, хорошо, захват взял. Рука, голову нет, опустил. Вовремя Семенов поднялся на ноги. И Николаеву не удалось... Ну, пришлось упустить захват, потому что уже было опасно для него это. Я думаю, что для Сергея Семенова опасно. Я все, могу ожидать от Николая Николая такую быструю атаку. Сергею надо еще два балла заработать, обязательно. При Соксуанге, при напоре за 10 секунд, Николай Николаев может выжать два балла. Может, все, может. Ну, два раза в упор плюс. Но сейчас мы 30 секунд дали, по-моему. Полторы минуты, еще время, это почти есть. И время-то... Да, судья в сторону Николая Николаева это посмотрел. Один-два будет. Это уже совсем хорошо для Николаева. Очень плохо для Сергея Семенова. Минута 30 еще. Посматривает все-таки табло Николай Николаев. Один балл дали. Сейчас один раз вытолкнуть, и он на коне окажется. Нет, до всех всех молодец. Вот это вольник есть вольник. Мастер спорта, да. Просто так не получишь. 4-1. Это уже комфортно. Здесь... Первый финалист. И вторая пара тоже очень интересная. Максим Толмачев и Нюрбун Сергей. Ну, это да... Не думал, что буду вот 96 килограмм ждать такой борьбы. Беспромиссная борьба будет. Ну, посмотрим, что забегать-то. 4-1. Комфортно. Николая надо работать, работать. Ну, Сергей-то уже готов его встречать. И плотно захвате они борются, чувствуют этот захват. Высокие стойки они... Ну, это... Четко видно, что Сергей Семенов заранее сделал тактический... Просчитал Николаева, все подготовил. И методично, даже по времени, наверное, свои баллы забрал. И сейчас 10 секунд. Ну, 8 секунд. Все, сдался. Ну, что теперь? Сильнее, оказывается, человек. Вы были правы, что борьба... Кто-то обязательно должен выиграть. Конечно, вот. Рад. Конечно, Сергей Семенович пришел в финальную стадию турнира. Конечно, рад. И... Ну, друга своего выиграл. Победные очки для команды Намского луса в общем счете. Это все... И мы видим схватку, которую нам подарит второго финалиста. Весит до 97 килограмм. Капитан команды сборной Якутии. Очень хороший борец Нюргун Сергин. Победитель и призер многих международных турниров. И Максим Толмачев, который занимается борьбой сейчас, продолжает занятия в Красноярске. И он перемещательный, что он призер первенства России среди до 23 килограмм. И его соперники в Козыле отборолись очень хорошо. Джоев третье место занял. Супертяжный. До 25. По своей категории. Самое качество хорошее, что Максим может бросить. Да, он сейчас привык к этому. Здесь он может бросить. А Нюргун будет функциональные возможности Максима Толмачева довести до нуля. И потом взять свои 3-4 балла, да? Ну, нам надо, как слюк, просмотреться за Толмачевым. Потому что... Он крупнее. И Нюргун же все-таки борец 92. Ну, Максим-то уже 2-й год. Он тренируется в школе мастерства в Красноярском крае, который создал в свое время великий тренер Дмитрий Георгиевич Мендиашвили. Человек-легенда сибирского, российского, советского спорта, в частности, в вольной борьбе. И воспитавший весь имбирь, добротно олимпийский чемпион Ивана Ярыгина. Да, Иван Сергеевич Ярыгин. Это эталон был. Вот друг, большой друг наших олимпийских медалистов. Романа Дмитриева, Паула Пенигна, Александра Иванова. Вот его руководством Василий Гоголев. Билистал в свое время в Советском Союзе. Ну, Максим Толмачевский, когда по этой случайных, однократных действий получить преимущество, но 1-0 Пельги Сергеевны. Он, на самом деле, центр Коврара отлично контролирует. Ну, Толмачев ищет, ищет варианты. Разнообразные, да? К тазом зашел. Ищет варианты. Овострение вот ситуации в Ковре. Он хочет овострять встречу. Ищет свой. Я не ожидал, что Макс будет шаг назад делать. Он потихоньку все время отпирается, уходит от борьбы. Может, с силой проигрывается или нет. Проход много. Классический, да. Здесь может оторвать. Не получилось. И, да, ушел. Очень хорошо ушел Сергей. И классный второй Мухайк. Повторная атака Максима. Провалился. Да, ну, очень красиво. Активность-то заработал. Максим очень хорошо атаковал. Но прием до конца он не получился. Очень красиво. Очень боберемя отражало атаки Сергей. Ну, вот сейчас после перерыва мы посмотрим. А там действительно борьба начнется очень. Вот сейчас посмотрим, какие атаки. Вот. Очень красиво, хорошо вот прошел. Но вот опоздал. Хотел подняться. И сам не поднял. И Сергей хорошо его встретил. Такое ощущение, что он не поверил. Да, если, ну, факторная атака, факторная атака Максима, то... О, Александр Рюмин. Тоже легенда борьбы Хапсагай. Очень добрый, хороший человек. Но говорят, он такой жесткий, да, в ковре. Говорю, конкретно очень хорошо борьба, что ты делаешь. Красивая. Есть очень сильный. Душевный, наверное, я бы сказал. Пожалуйста. Да, очень душевный спортсмен. Человек хочет тоже, вот. Атака. Провалил, но защитил оба хорошие действия по быстроту реакции. Мы видим, это напоминает 97 килограмм. Да, богурем, да, богурем понялся Максим. Но в захвате сейчас, в опасном положении находится Ниргун Сергий. Но скользко, да? Ну, видимо, скользко, конечно, скользко, но... Это помогает, в крайнем мере, провалить. Вот, это все попал, нет. Это очень освободило руку. Мерница болеет за Ниргуна. Почему так? Ну, по-моему, он же земляк. Конечно, его знают все, Ниргун это. Да. Ну, их двое, получается. Завтра еще Рома будет бороться, да, смирно. Да. Вот атака, попытка атаковать Толмачева тоже не получился полностью. Да, время быстро тает. Максим Толмачев сумбурно начинает атаку. Минута 53 остается. Но может, оказывается, проход сделать. Но в корпусе вот такой крепкий, плотный захвата ничего не получилось. Да, и значит, и внизу мало что получится. 30 секунд дают Максиму. Нет, по-моему. Не дали, по-моему. Дали Ниргуна Сергина. Да, дело не в этом, нужно работать. Голова вниз находится у Сергина, но в это положение он сможет позже поднырнуть. Может даже... У Айала Лазерова есть такое вот при движении в левую сторону, он сбивает. Да, избивает он силового такого приема. У него есть такой, конечно, когда он в обоюдном положении захвате. Оба борца находятся. Вот тогда он хорошо делает. Вот. Максим уже полностью, полностью не может провести свой излюбленный прием. Никита болеет за своего воспитанника. Вообще он в ковре сидит, да? Да. Осталось 30 секунд. Счет... Скоро... Ну, можно сейчас... Один балл... Два балла, наверное, здесь. Апа... Два балла, конечно, два балла. Да... Последние секунды, я думаю, что вырвал победу Максим. Ногами перекрыл и оставил вниз. Вы действите... Да? 3-3. Ну, Сокор... Ну, Миргун просит челлендж. Ну, здесь оспаривать еще не стоит. Нет, передумал. Продышался и дай, да? Конечно. 10 секунд тоже время. Макс пятится. Проход ногу. Может... На край. О-о-о! Валевая, да? Вот это капитан. За голову делал. Это железный балл, видать. Железный капитан. И совсем, совсем. Железные нервы. Минута десятая. Секунда десятая. И на табло красивые сейфы. В пользу. Мак вымещает. Все, у нас здесь все. Все. Досадно, конечно, отдать последние секунды победу. Но это победа Нюргуна Сергина. Здесь разговоров даже не может быть. Очень в хорошем стиле. Выговоры, Нюргун. АПЛОДИСМЕНТЫ На последней секунде капитан команды Нюргун Сергеев красиво сделал своего оппонента. Так скажем. Да, очень острой такой борьбе. Поведа присуждается Нюргун Сергеев. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы благодаря нашим спонсорам трансляции Центра недвижимости Труим Извест посмотрели первые полуфинали и говорим до завтра. Завтра четыре категории. Мужчины и утешение, и финалы. Главное завтра. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова